Оплатить аренду, услуги по рекламе или связи, купить оргтехнику и нужное оборудование. Молодым предпринимателям и руководителям соцпредприятий помогут гранты. Поддержку суммой до 500 тысяч рублей можно получить в областном комитете промышленности, торговли и предпринимательства. Заявки принимают до 16 августа. Грантовая поддержка очень активно пользуется, потому что это, наверное, самое для предпринимателей лучшее, что может быть, потому что микрозаймы их возвращают, а гранты – это то, что они получили, имеют возможность развиваться. И в этом году у нас больше 12 миллионов рублей выделено именно на эту меру поддержки. Об изменениях в законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, курским бизнесменам рассказывают на зональных семинарах. Наконец, после пандемии возобновили очные выездные встречи. Первые провели для бизнес-сообщества Золотохинского, Фатежского и Панеровского районов. Здесь налажена обратная связь. Предприниматели приходят к специалистам со своими вопросами. Во-первых, нас интересует сейчас банковский сектор, оказание помощи в сфере кредитных линий, естественно. Ну и, соответственно, мы бы хотели узнать более близкое изменение, которое с 1 июля будет происходить у нас с сдачей отчетности, с изменением формы отчетности, с программным обеспечением, которое, в принципе, можно будет использовать для этого. Более 120 видов разрешений и лицензий для предпринимателей продлят на год автоматически. Это еще одна мера поддержки бизнеса в новых санкционных условиях. Мера коснется предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, в сферах промышленности, общепита, розничной торговли, услуг связи и такси. Например, 209 лицензий на продажу алкоголя в регионе продлили бесплатно. У нас также на 12 месяцев продлен мораторий на контрольные мероприятия. Соответственно, все контролирующие надзорные органы проводят больше профилактических мероприятий. А это где-то ориентировочно около 200 проверок в год. То есть, получается, что бизнес получает возможность не задействовать свои ресурсы на контролирующие органы и, соответственно, уже вести бизнес им намного проще. Подобные встречи проведут еще в нескольких районах области. Кристина Горлата, Геннадий Воробьев. События дня.